Всем привет! В наш ТОП попали 5 чемпионатов. 11 футболистов, из них 7 бразильцев. И сумма всех сделок превысила 670 миллионов евро. В конце узнаем, какой же клуб выложил больше всех. Заинтригованы? Тогда вперед! Многие удивятся, почему ТОП-11? Как и игроков на поле, что ли? Нет. На 11 месте расположились сразу 3 футболиста. Их купили за одну и ту же сумму. И все они кто? Правильно, бразильцы. Итак, Ришер Ли Сандендраде. Бразилец форвард перешел из Отфорда в Эвертон 24 июля 2018 года за 45 миллионов евро. Клубы, как вы видите, не топы, не гранды. Но посмотрите, какие совершают сделки. 45 миллионов евро. Фабинио. Как было сказано, тоже бразилец. Он полузащитник. 28 мая 2018 года он перебрался из Монако в Ливерпуль. Тоже за 45 миллионов евро. Но это не единственный игрок, которого продал Монако. В нашем ТОПе будет еще один. И не единственный, кого купил Ливерпуль. 20 июля 2018 года Реал представил, возможно, будущую свою звезду бразильского нападающего. Вениуса Джуниора. Или Венисиуса Джуниора. Можно и так, и так. Или просто Венисиуса. Он был куплен еще год назад, в 2017. У Фламенко. Про это я уже рассказывал. Его сумма сделки составила тоже 45 миллионов евро. Почему же Реал только спустя год его презентовал? Дело в том, что на момент покупки в 2017 году ему было только 16 лет. Сейчас же ему уже исполнилось 18 и он тут. Также в 2017 году Ювентус взял в аренду у Баварии Дугласа Косту за 6 миллионов евро. После того, как туринцы поняли, что он им подходит, окончательно выкупили, добавив еще 40 миллионов евро. Дугласу 26 лет. Он тоже бразилец, игрок в сборной, полузащитник. 30 июня 2018 года окончательно он стал полноценным игроком старой Синьоры. Бразильцы в нашем ТОПе не закончились. А как вам Джорджиньо Фрелло? Этот полузащитник из Наполи в Челси перебрался за 57 миллионов евро. 14 июля 2018 года. Поиграв 4 сезона в Наполи, он принял и итальянское гражданство. На 6 месте нашего ТОПа Фред. Он тоже бразилец. Как они высоко ценятся. Из Шахтера в МЮ за 59 миллионов евро. Он тоже полузащитник. Этот трансфер был согласован перед самим началом чемпионата мира. Но окончательно все утрясли 21 июня и трансфер был завершен. Надо напомнить, что за него боролся другой Манчестер Сити. Но Юнайтед свистнули его у них. Наби Кейта. Также полузащитник, но не бразилец. Он гвинеец. Из Лейпцига в Ливерпуль за 60 миллионов евро. Как мы помним, еще в 2017 году Ливерпуль его купил. Но остался он еще играть на сезон в Лейпциге. И вот 1 июля его забрали насовсем. Ему всего 23 года и у него хороший удар и хорошее видение поля. Юрген Клоп явно хочет выиграть Лигу чемпионов. Ведь как усиливаются Мерсисайцы. Разбавим наш топ вратарем. Хоть и не все от нас тут зависит. Еще одна покупка Ливерпуля. После неудачного выступления вратаря Кариуса, Ливерпулю нужно закрыть и эту позицию. И вратарь сборной Бразилии подходит сюда как нельзя лучше. Купили его у Ромы за 62,5 миллиона евро 20 июля 2018. И он стал самым дорогим вратарем в истории. Теперь Ливерпуль обладает самым дорогим защитником Ван Дейком и самым дорогим голкипером Бразильцем Алисоном Бекером. Открываем наш топ-3. Риад Морес, Франц Салжир. Он полузащитник. Вот и Манчестер Сити проснулся и отдал за него Лестеру ни много ни мало 67,8 миллионов евро. В прошлом окне после ухода Каутиньо Мореса сватали в Ливерпуль. Но Ливерпуль нашел для Каутиньо другую замену. Лестер, Риад Морес давно перерос. И за такие деньги должен быть игроком основы Манчестера Сити. Но там конкуренция в полузащите просто бешеная. Дебрюйна, Гюндаган, Давид Сильва, Фернандиньо и другие. 10 июля 2018 состоялся переход Риада. Тома Лемар за счет своей скорости призван усилить левый край Атлетико. За него Монако выручили по разным данным от 65 до 70 миллионов евро. Лемар француз, полузащитник. Его переход состоялся 19 июня 2018 года. И на первой позиции самый топовый игрок Криштиану Роналду. Этот трансфер многих удивил и озадачил. Роналду ушел из Реала в Ювентус 10 июля 2018 года за 117 миллионов евро. Все равно скажу и эту информацию. Он португалец, нападающий. Роналду выиграл, напомню, 5 кубков чемпионов и стал первым в истории, кому это удалось. Вот наш полный список. Еще раз. Роналду 117 миллионов, Лемар 70, Морес 67,8, Алисон 62,5, Кита 60, Фред 59, Фрелло 57, Коста 46, Венисиус, Фабиньо и Ришард Лисон по 45 миллионов. То есть мы видим, что самые большие трансферы приходятся поровну на июнь и июль. Ювентус совершил две покупки на сумму 163 миллиона. Это Роналду и Коста. Больше всех купил в этом топе Ливерпун. Три игрока. Алисон, Кита, Фабиньо. На общую сумму 167,5 миллиона. То есть на 4,5 миллиона больше, чем Ювентус. Если вам информация показалась полезной, поставьте лайк. Подписывайтесь на наши подкасты. Дальше будет еще интересней. Ну а если вы футбольный интеллектуал, то для вас есть специальный видеотест. Услышимся.